В продолжение темы трудоустройства, история о том, как Центр занятости населения НАУ помог бывшему безработному жителю окружной столицы приобрести оборудование для открытия собственного бизнеса. Сегодня сотрудники Центра вместе с нашей съемочной группой побывали в гостях у начинающего предпринимателя. Летом увидел, попробовал впервые виртуальную реальность, и меня это поразило. И я подумал, почему в этом направлении не двигаться. Плюс на работе меня сократили, я думаю, боже, шанс, нужно пользоваться. Павел Кузнецов решил кардинально изменить свою жизнь и начать бизнес с нуля. Так, из безработного молодой человек стал начинающим предпринимателем, открывшим в городе клуб виртуальной реальности. Второе место работаю. Ну, ваши перспективы? Перспективы расширяться, дополнять новые услуги. Не только такой вот жанр, а, например, вождение, что-то такое. То есть, симуляция. Тут же, в какой принцип именно возможность симуляции очень похожей на реальность. Вот, например, какие-то обучающие программы и что-то еще. Единовременную финансовую поддержку на приобретение необходимого оборудования и открытия ИП Павлу оказал Центр занятости населения Ненецкого округа в рамках предоставления государственной услуги по содействию самозанятости граждан. Он обратился в Центр занятости, был признан безработным и, в общем-то, подготовил бизнес-план. Затем он выступил на конкурсной комиссии очно. И, в общем-то, его бизнес-планом был признан, скажем так, актуальным. Он получил единовременную финансовую помощь в размере 105 840 рублей и 800 рублей за открытие ИП. То есть, государственная пошла, которая ему платила, эти 800 рублей ему компенсировали. В этом же году сумма единовременной финансовой помощи увеличилась в связи с увеличением минимального размера пособия по безработице. И в этом году она составляет 172 800 рублей. В соответствии с порядком, безработный гражданин, получивший единовременную финансовую поддержку, должен в течение полугода израсходовать выделенные средства и предоставить в Центр занятости отчет. После предоставления этого отчета, в общем-то, специалисты Центра занятости совместно со специалистами Департамента здравоохранения могут по согласованию с гражданином, в общем-то, осуществлять выездные проверки, смотреть, как у него осуществляется деятельность, осуществляется ли она и, может быть, какие-то необходимые, мы можем оказать какую-то помощь, поддержку для того, чтобы бизнес более успешно развивался. Ну и второе важнейшее условие, в общем-то, согласно пункту договора и опять же порядка, в общем-то, гражданин должен просуществовать минимум один год. Владелец клуба виртуальной реальности строит серьёзные планы относительно развития своего дела. По словам Павла, его целевая аудитория не имеет возрастных границ. Школьники, ну потому что они больше, им игры интересны. Ну, есть люди постарше приходят, которые интересуют, например, 3D-видео в том же Ютубе, либо они свой какой-то контент могут принести и подключить. Тем, кто готов последовать к примеру Павла и начать свой бизнес с нуля, расскажут подробнее, как это сделать в Центре занятости населения Нинецкого округа. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.